Субтитры создавал DimaTor Нынешняя недельная глава называется Маосе. В ней повествуются, перечисляются те остановки и передвижения, которые совершал Израиль в своем путешествии сорокалетним по пустыне. Также здесь Бог указывает границы, которые необходимо занять Израилю в завоеванной земле. Также повеление завоевать такую землю, очистить ее от идолов и идолопоклонства. Также повеление о городах-убежищах, о городах для левитов. И заповеди о том, как поступать в случае, если произошло убийство. Какие могут быть убийства и какое, соответственно, последствия будет нести на себе человек, совершивший убийство, в зависимости от мотивов. На что я хотел бы обратить внимание. В этой недельной главе рассказывается о границах. О границах, которые надлежит занять Израилю. Я бы хотел кое-что процитировать, а потом пару слов сказать по этому поводу. Значит, это у нас Бемедбар, 33 глава начинается. И Господь сказал Моше в степях Моавицких у Ердена против Ерихо, говоря, «Говори сынам Исраэля и скажи им, когда перейдете через Ерден в землю кнаанскую, то прогоните от себя всех жителей той земли и уничтожьте все изображения идолов их, и всех литых идолов их уничтожьте, и все возвышения их разрушьте. И овладейте землею, и поселитесь на ней, ибо вам даю я эту землю, чтобы владеть ее. И наследуйте землю по жребию и по семействам вашим. Многочисленному дайте больше надел, а малочисленному меньше надел. И кому выпадет жребий, то и достанется ему. По коленам отцов ваших возьмите себе наделы. Если же вы не прогоните жителей той земли от себя, то будут те, которых вы оставите из них, колючками в глазах ваших и шипами в боках ваших, и стеснят они вас на земле, в которой вы поселитесь. И будет, как думал я сделать им, сделаю вам. И Господь сказал Маше, говоря, повели сынам Исраэля, и скажи им, когда войдете в землю кнаанскую, то вот земля, которая выйдет вам на дел, земля кнаан по ее границам. И дальше перечисляются достаточно подробно границы, которые Израиль должен занять. То есть ни шага больше, ни шага меньше. Понимаете? Четко были указаны границы. На что хочется обратить внимание? На то, что Бог говорит, эта земля ваша, но вы ее должны завоевать. То есть на еврейский народ возлагается ответственность взять ту землю, которая принадлежит им, и что-то с ней сделать. То есть очистить от идолопоклонства, от идолов. Но также Бог предупреждает, что если вы этого не сделаете, то все, что останется там, из этой нечистоты, все это приведет вас к тому, что вот что я хотел тем народам сделать, то сделаю вам. Причем история показывает, что, к сожалению, именно так и произошло. К сожалению, Израиль не полностью очистил землю от идолопоклонства, от идолопоклонников, и в результате претерпел то, что претерпели те народы, которых они, собственно, и изгнали оттуда. То есть слова «и будет, как думал я сделать им, сделаю вам» буквально исполнились в истории жизни Израиля, к сожалению. Также еще один интересный момент. Границы. Вот задумывались ли мы над тем, а какие, собственно, вообще границы в жизни каждого из нас могут быть? Ну вот, есть у нас границы во времени? Безусловно, есть. Мы, как народ Божий, мы, скажем, отделяем будничные дни от праздничных. Есть шаббат, это день, который посвящен Господу, да, а есть будни, в которые мы работаем. Причем, если мы в эти будни не работаем, то, собственно, и в шаббат войти не можем, хотя время для этого есть, да. Есть праздничные дни, значит, если мы их празднуем, то мы имеем определенное благословение, потому что мы встречаемся в эти праздники с Господом. Потому что само слово «моет праздники», оно, ну, если обобщить все варианты переводов этого слова, то можно назвать это одним словом «свидание». То есть праздники – это свидание с Господом. Если мы любим Господа, мы приходим на эти свидания. Если мы не любим, мы не приходим. Бог нас не наказывает за то, что мы не приходим к Нему на свидание, но кто от этого теряет, понимаете? И еще один момент, значит, момент – границы в ответственности. Ну, представьте себе картину. Значит, есть семья, значит, и, соответственно, у мужа есть круг обязанностей, у жены есть круг обязанностей. И вот муж по какой-то причине, ну, достаточно распространенное на постсоветском пространстве, думаю, не только, вот решил, что как бы вот он поработал, денег заработал, жене пришел, дал, он свои обязанности выполнил. Лежит на диване, смотрит там хоккей или футбол или бейсбол, кому же он нравится. Там в гэджетах играет, в игры компьютерные, бывает и такое. Значит, жена, она понимает, что муж чего-то не доделывает, вот чего-то ей не хватает, да, а в это время начинает внутри закипать и думает, так, ну, в семье же должен быть порядок, давай-ка я сама сделаю то, что должен делать он. И начинает делать, а внутри-то закипает, и оно же не проходит, потому что она делает то, чего она делать не должна, тогда как он не делает то, что делать должен. Так вот, это как бы стандартная ситуация, и принцип такой, если мы не делаем то, что мы должны делать, или делаем то, чего мы не должны делать, то обязательно у нас в жизни начинаются проблемы. От чего? От того, что мы в своих обязанностях не соблюдаем границы. В то время есть принцип «не передвигая межи». И я думаю, что если мы видим, что кто-то не исполняет своих обязанностей, это не значит, что мы должны бросать свое дело и идти делать дело чужого. Я думаю, что тут было бы мудрее просто помолиться Господу. Вот за того человека, чтобы Господь благословил этого человека мудростью, открытыми духовными глазами и ушами к Духу Святому, чтобы человек был вразумлен Господом и пошел и начал делать то, что делать. А самому пойти и начинать делать, или продолжать делать то, что должен делать сам. Потому что ответственность за избавление от идолопоклонства Хананской земли лежала на Израиле. И Израиль эту ответственность не выполнил в полной мере, за что и понес определенное наказание. Понимаете? И мы должны помнить, каждый из нас должен помнить, что у каждого из нас есть определенные границы. Причем тоже интересный момент. В этом деле мы всегда соучастники с Богом, потому что каким образом распределялась земля? Бог дал общие границы для народа. А внутри этих границ, границы между коленами распределялись по жребию. А в этом процессе участвуют две стороны. Участвует человек, который бросает жребий, и участвует Бог, который определяет исход этого жребия. Тут присутствует элемент партнерства. И если мы осознаем, что у каждого из нас есть своя ответственность перед Богом, перед Божьим народом, перед человечеством в целом, как у общины, то мы будем действовать соответственно. Мы будем искать воли Божьей, мы будем бросать жребий, если надо, и Господь будет нам показывать, что нам делать и как нам делать. Спасибо за внимание. Я бы хотел вкратце помолиться за то, чтобы Израиль знал свою ответственность перед Богом и перед человечеством, и таки исполнял то, что надо. Отец Небесный, дорогой Господь, мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты соделал каждого из нас частью своего народа. И мы просим Тебя, Боже, о том, чтобы Ты помог нам и помог всему Израилю осознать свою ответственность перед Тобою, взять эту ответственность на себя и начать заполнять Твои указанные Тобою границы тем, что Ты определил, Боже. И чтобы ни вправо, ни влево не было лишних движений и лишних шагов, Господь, но чтобы быть в благословении, чтобы мы были, Вадим, и Духом Твоим святым, дай нам, пожалуйста, мудрости, знания, разумения всего необходимого в Ишуа Мессии, чтобы весь Израиль исполнил свое предназначение так, как Ты того желаешь, и порадовал этим Твое сердце во имя Ишуа. Амин.